Ахмад Исаев, более известный в религиозной среде, как Ахмад Гудеберинский, защищался первым. Он представил свою работу на арабском и русском языках. За время богословской практики у него вышло 11 различных трудов по исламским наукам. А к защите докторской диссертации на тему расставщичества в контексте социально-экономических проблем общества соискатель готовился целый год. Не было достаточно взять материал из тех книг, с которыми я работаю всю свою жизнь. Мне пришлось листать очень много светских книг и брошюр светского направления. Вот эти анализы, сравнения, это все, конечно, это немного осложняло работу. Ахмад Исаев делится, что тему расставщичества выбрал не случайно. Эта проблема на сегодняшний день затрагивает практически каждого. Несоответствующие нормам шариата правила игры, действующие в мировой банковской системе, подчас загоняют людей в кабальную зависимость и приводят в банкротство их бизнес. Еще пророк Алай Салтасов сказал по этому поводу, никто из людей, он не занимался долго расставщичеством, кроме как в конце концов, он в конце остается очень малым имуществом и остается в банкротстве. Мусульманам это известно, почему в разных местах, в разных странах в конце концов приходят и даже большие, такие огромные банки, в конце концов, они несут такие банкротства и кризисы. Альтернатива этому – исламский банкинг, который старается работать на благо людей, не обременяя их, исключая обман, а значит, принося пользу государству. Именно такие банки меньше подвержены рискам и кризисным явлениям в экономике, отметил Богослов. Есть альтернативные такие проекты, как я недавно перечислил, Мудараба, Мурабаха, это тоже такие проекты, которые не отстают от других, как кредиты под проценты для выживания этих банков, например. Вот что спасает исламских банков от таких подобных кризисов. На защите присутствовали члены диссертационного совета из 22 человек. Это доктора наук и профессора известных вузов. Среди них были и зарубежные учёные, которые вышли на связь из арабских стран в режиме видеоконференции. По завершению выступления соискателю задали дополнительные вопросы по теме, затем тайным голосованием вынесли итоговое решение. Результатом тайного богослования Хислаеву Ахмеду Магадирасулычу присваивается богословское учёное звание доктора исламских наук. Поздравляем! Он один из тех, кто в совершенстве владеет арабским языком, и его диссертация «Растовщица Ториба» была на стеке светских дисциплин и исламской философии. Поэтому это была одна из хороших защит, которые сегодня зафиксировали члены учёного совета и вообще сегодняшняя защита, которая была проведена. Сегодня свои докторские диссертации по исламским наукам также защитили и получили научную степень ещё три дагестанца – Исинбулат Яхьяев, Рашид Алимурадов и Газимагамед Абакаров. На Северном Кавказе это событие поистине уникальное, и прошло оно под эгидой Дагестанского исламского университета имени шейха Мухаммада Арифа, который получил соответствующую лицензию и теперь может самостоятельно оценивать уровень богословов. Надеемся на милость Всевышнего Аллаха, на помощь Всевышнего Аллаха, что в будущем ежегодно будем выпускать, готовить и выпускать всё новых и новых докторов исламских наук. Специалисты отмечают, что провести защиту докторской диссертации и значительно поднять уровень исламского образования в Дагестане удалось благодаря инициативе и содействию муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. И теперь для этого, как отметил ректор исламского университета, российским студентам уже нет необходимости, как прежде, выезжать в другие страны и дальние регионы, чтобы получить научную степень в богословской сфере. Сейчас всё это можно будет проводить прямо в Дагестане. Хамза Нурмагмедов, Мусас Алгиреев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.